Девушки отдыхают Приключения на карантине Глава 2. Карантинный клуб Первое правило карантинного клуба. Держитесь от него подальше. Через несколько минут машина остановилась. Впереди было большое старинное здание. Оно было окружено высокой металлической решеткой с электронным запором. Над решеткой горела надпись «Карантинный клуб». Славя вылез из машины и в припрыжку побежал к решетке. Илья нажал на клаксон. «Подожди, Славя!» Крикнул Миша. «Ну подожди! Что здесь происходит?» Славя подбежал к решетке и поднял руку. Миша с Марком тоже вышли из машины. В одном из окон здания появилась знакомая голова. Она удивленно посмотрела на гостей, перевела глаза на Славю, который с протянутой рукой стоял перед решеткой и снова уставилась на гостей. «Саул, здорово, парни, как сами!» Поприветствовал их знакомый голос. Влад в недоумении вышел из машины и уставился на огромную голову в окне. «Тоша, это ты?» Спросил он. «Да». Ответила голова. «А вы думали, кто?» «Ты что, здесь живешь?» Спросил Марк. «Да нет». Ответил Тоша. «Живу я в Москве. А сюда приехал на сходку карантина». «Чего?» «Что?» «Какая еще сходка?» «Карантин?» С недоумением спросили гостя. «Это такая секта. Они думают, что могут изменить существующую социальную ситуацию. Это сумасшедший дом, парни. Постойте, а у вас есть приколы? Что-то я заскучал». «Есть», — ответил Миша. «Мы люди не бедные. Если надо, можем много прикольных приколов сделать». «Ну давайте прикинем», — сказал Влад. «От этого зависит наше благосостояние». Гости недоуменно переглянулись. Влад взъерошил волосы, потер руки и попытался изобразить на лице самую доброжелательную из улыбок. «Я что хотел сказать. Я очень люблю кофе». «Хо-хо-хо», — ответил Тоша, но Влад почувствовал, что его приняли за клоуна. Некоторое время друзья молчали. Потом Тоша пригласил всех внутрь. Решетка открылась и друзья направились в дом. Пройдя по длинному коридору, они оказались в просторной комнате, в центре которой стоял большой диван, на котором кто-то лежал. «Салам алейкум, господа. Май наим Даня, о попхуёк». «Это оказался Даня Вяжев». «Пошутил?» — спросил Влад. «Шуток не понимаешь? Тут действительно нужно смеяться». Ответил Тоша. Вяжев сел на диване, помотал головой и наморщился. «У вас тут всё серьёзные какие-то. Какие уж тут шутки». В комнате появилась улыбающаяся Ася и обратилась к Дане. «Привет, Даня». «Пошла нахуй». Перебил её Тоша. Вяжев захохотал, хлопнул себя по лбу и сказал. «Ах да, вы ж теперь педерасты». К таким словам друзья уже были готовы и реакция Ася их не удивила. «Всё, я ухожу», — сказала она. «Пусть только ещё кто-нибудь скажет такое». Она вышла в окно. Вяжев проводил её взглядом и повернулся к друзьям. «А кто у нас два дня назад на бутылке отжигал?» «Кто?» В комнате наступила тишина, и Влад ощутил, что происходящее кажется ему странным. «Кто-кто?» «Я?» «Я что ли?» Неуверенно спросил он. Вяжев прищурясь посмотрел на него. Влад поюжился. Вяжев встал и подошёл к нему вплотную. «Знаешь что?» Сказал он. «Хватит придуриваться. Ты ведь у нас фрикер. Ты здесь должен тратиться». В его голосе появились угрожающие ноты. В ответ Влад поднял руки и сказал. «Сдаюсь». Тогда Вяжев схватил его за грудки и толкнул к стене. «Попробуй только, перережу горло». Влад знал, что если сопротивляешься, наказываешь себя. Он закрыл глаза, и с его бут на подбородок сорвалась белая газкая пена. Прошло несколько секунд. Вяжев отпустил его, и Влад повалился на пол. В дверь постучали. Вяжев выругался. Дверь открылась. Вошедшим оказался Илья, который невозмутимо курил трубку. Он поставил бутылку коньяка на стол и сказал. «Ну что шабашем?» Вяжев взял в руку завалявшийся на полу багор. Тоша с Мишей стояли в дальнем углу и не принимали участие в приготовлениях. Наконец Вяжев поманил Влада к себе. Он подошел и остановился в нескольких шагах от него. «Все», — сказал он. «Дело сделано». «Что сделано?» Повторил Влад, утирая с лица пену. «Все говоришь, сделано?» «Ты мразь, где эта сволочь?» «Тварь мерзкая, про которую ты рассказывал. Где он сейчас, эта сволочь?» «Я тебя спрашиваю». «Заткнись», — сказал Вяжев. «Не трепи языком, а то я с тобой поговорю». Влад понял, что спорить бесполезно. Вяжев замахнулся багром, и Влад зажмурился. Это помогло, удар пришелся в плечо. Он открыл глаза и увидел искаженное яростью лицо Вяжева. Следующий удар пришелся в челюсть. Тут Марк схватил за руку Даню, который в этот момент был к Владу ближе всех, и отащил его в сторону. Вяжев повернулся к Мише. Тот смотрел на него с жалостью. Вяжев погрозил ему кулаком и занес багор над головой. Он ударил. Мише стало страшно. Вяжев ударил еще раз. Мише закричал и зажмурился. Илья, Тоша и Славя схватили Даню за руки и отащили его. Влад хлопнул его ладонью по щеке. Потом взял его за плечи, приподнял и поставил на ноги. На его лице застыла маска глубокой сосредоточенности. Было непонятно, что он собирается делать дальше. Марк приблизился к нему и положил руку на его плечо. Что-то непонятное, еле заметное шевельнулось в душе у Влада. «Заебали, давайте уже бухать!» Резко прервал это безумие Илья. Он разлил по стаканам водку, выпил и кивнул Марку. Марк отошел к стене и уселся на диван. Миша сел в кресло, держа наготове бутылку с мутным самогоном. Время от времени он подносил ее к губам и выпивал. Тоша и Славя стояли у окна и не отрываясь, глядели в бесконечную осеннюю стель. Тошин взгляд был устремлен в бесконечность. Влад опрокинул стакан водки и пошел курить на балкон. Он курил и думал о своей жизни. И тут Марк вспомнил, зачем они ходили в гараж. «Ты помнишь ту штуку, которую мы нашли в гараже?» «Что за штука?» Перебил Тоша. Марк достал из карманов всеми желанные зиплок. Тоша взял его и стал рассматривать. Влад вытащил сигарету и предложил Марку. Тот взял сигарету добавив. «Теперь нам нужна бутылка и фольга». Внезапно в соседней комнате раздался какой-то шум. Все семеро друзей вздрогнули и обернулись. Дверь в комнату открылась. И на пороге показался высокий парень в солнечных очках, похожий на башкира.